Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Наступает пора развития грибковых заболеваний. Бич огородников это фитофтора и мы должны уметь с ней бороться. Многие начинающие хотели бы применить, например, бордовскую смесь, но из-за сложной инструкции приготовления многие отказываются от этого классического, традиционного, очень эффективного средства борьбы с фитофторой. Сейчас я вам все подробно расскажу и, надеюсь, вы после этого будете ее применять. Это очень хорошее средство, всегда спасает, помогает. Много-много лет уже в нашей стране ей пользуются. Как я говорила, еще мама моя делала голубое опрыскивание. И сейчас до сих пор опытные садоводы пользуются ей. Никаких импортных средств не надо, у нас есть бордовская. Инструкция очень сложная, но для начала, ну как сначала, для начинающих, потом вы наизусть это все выучите и на всю жизнь запомните, что куда приливать. Состоит из двух ингредиентов. Сульфат меди, это вот медный купород, всем известный, очень красивый голубой цвет, кристаллы. И гидроксид кальция. Это просто меловый порошок, мел, как я его называю. Помогает от всех болезней, от много-много, от комплекса болезней. И опрыскиваемые яблони и груши, и картошку, и цветы, и землянику, и, конечно, томаты. Но тут производитель нас может запутать, начинающих, да и не только начинающих. Вот написано, смотрите, 100 граммов, вот пачка. Читаем инструкцию. Для приготовления 10 литров 1% раствора бордовской жидкости. Ну, короче, берем, растворяем в 2 литрах сульфат, в 2 литрах мел, доводим до 5 литров каждый объем. Почему-то указана инструкция не на этот объем, а на объем, если бы у вас были вот здесь 100 граммовые, если бы было 100 грамм вот этого мела и 100 грамм вот этого купороса. Но в этой пачке это общий вес 100 грамм, а у нас получается по 50 грамм купороса и по 50 грамм мела. Смотрите внимательно, вес, если написано 100 грамм общий вес, то значит эта инструкция нам не подходит. Если вы по этой инструкции разведете, у вас будет в 2 раза слабее раствор, он не будет работать. 100 грамм общий вес, это значит по 50 грамм у нас и медного купороса и мела, это значит воды в 2 раза меньше. Если написано, что здесь, растворяем в 2 литрах воды, вот например купорос, то нам надо растворить всего в 1 литре. Вот я взяла литровую банку, растворила. Все кристаллы размешать очень-очень тщательно, чтобы все-все-все размешалось. Но я тут уже немножко начала вливать. Также мел в 1 литре растворяем, размешиваем. Дальше написано, довести объем до 5 литров, мы доводим всего до 2,5 литров. Вот вы растворили мел, долили до 2,5 литров. И также купорос растворяете в 3 литровой банке, до 2,5 литров доводите. Теперь нужно соединить. И вот это самый важный этап. Запомните один раз и на всю жизнь, что вливаем именно голубую жидкость в мел. Вот этот вот медный купорос мы вливаем в мел. Вливаем маленькими порциями и очень тщательно перемешиваем, чтобы вот это вот молочко, чтобы они полностью соединились, растворились, чтобы оно было однородным. Еще влили, еще помешали. Еще влили, еще помешали. Я в маленькой банке все это делаю, не вливая в маленькую банку, чтобы как вошло в объектив, влезло, чтобы там было все понятно. Но вы должны вливать в какую-то посуду, куда войдет 5 литров. Вот у вас будет 2,5, вот столько мела, и 2,5 в 3-х литровой банке столько же купороса. И когда вы соедините или в пластмассовое ведро, или я вот использую вот такие баклуши из-под газ воды, 5-литровые, вот в 5-литровку вливаю мел и туда добавляю купорос. Когда вы все это перемешаете, все, у вас должно получиться 5 литров рабочего раствора бордосской смеси. Вот в такой пачке, где написано 100 граммов, где по 50 грамм мела и 50 грамм купороса. Получается вот такая вот полная баклуша 5-литровая из-под газ воды, ну или просто из-под минеральной воды. Вот такого рабочего раствора. Когда будете переливать в жука, обязательно нужно процедить. У меня вот такое вот маленькое ситечко. Я просто ставлю и лью через него. Можно через капроновую ткань, через марлю, просто через плотную ХБ ткань, через любую, чтобы какие-то там большие включения не попадались и чтобы жук наш не засорился. Все. Обрабатывайте. Но главное, что вы не забывайте, что когда вы готовите вот эту вот бордосскую смесь, нельзя пользоваться ни металлическими предметами, все оно окислится, испортится ваш раствор, ни пищевой посудой. Я вот старой щеткой всегда зубной мешаю пластмассовой, потому что ни ложкой, ни вилкой, никакими лопаточками кухонными нельзя мешать. В железных металлических ведрах нельзя, только в пластмассовых. Вся тара должна быть стекло, пластмасса, все пластмассовые 5-литровые баклуши, стеклянные банки, пластмассовая вот эта мешалочка. Все должно быть пластмасса или стекло. Все пластмассовое. Ничего сложного в этом нет, просто запомните, развели мел, развели купорос, потом раствор купороса вливаете медленно в мел, все перемешиваете, заправляете в жука и обрабатываете. Как обрабатывать, я потом покажу, потому что там тоже есть свои нюансы. Но вот бордосская смесь очень хорошее средство, эффективное, простое. Действует 7-12 дней. Если вы обработаете, вы знаете, что 2 недели ваши растения защищены. Вы их, как и предотвратите грибковые заболевания, можно обрабатывать 3-4 раза за сезон с интервалом 2 недели. Пользуйтесь, применяйте. Когда я первый раз применила несколько, много лет назад бордосскую смесь, я сразу почувствовала разницу. Перед этим у меня всегда была фитофтора в конце лета. 2-3 раза обрызгаешь бордосской смесью, все помидоры будут целенькие. Хотя бы фитофтора, если начнется, но очень-очень поздно, и не принесет никакого ущерба. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Заходите на страницу в Одноклассниках, набираете Ольга Чернова, город Бийск, Алтайский край. Если добавитесь в друзья, все видеоматериалы мои будете получать по рассылке. Еще раз до свидания. Боремся с фитофторой, получаем большой урожай. Все.